Десна ТВ Внеплановые командно-штабные учения МЧС Все вопросы, которые будут отрабатываться в ходе учений, приближены к реальным. Пополнение книжного фонда в Центральной библиотеке Литературу отбирали с учетом возраста и запросов наших читателей. По возможности представлены все виды и жанры книжной продукции. День снеговика в Десногорском историко-краеведческом музее. Я попросила у Деда Мороза, чтобы я училась отлично, у меня всегда выходили в четвертях пятерки. Концерн «Росэнергоатом» с особым вниманием относится к качеству жизни в атомных городах. Так, совместно с Фондом содействия развитию муниципальных образований, Ассоциация территории расположения атомных электростанций, для таких городов был проведен фестиваль, участником которого стал и Десногорск. В первом международном форуме фестиваля «Созвездие городов Росэнергоатома», проведённом летом этого года в Алгодонске, приняли участие 14 атомных городов. Это была выставка уникальности каждого муниципалитета, достойное место на которое занял и Десногорск. Делегация «Атомграда» была удостоена сразу двух дипломов второй степени с предоставлением денежных грантов. Деньги были направлены на развитие культурных и спортивных учреждений Десногорска. «Проведены ремонтные работы, что позволило нам на сегодняшний день сократить бюджетное расходование по оплате тепла, поступающего в наше учреждение». Так, в Центральной библиотеке обновлены элементы теплового узла. Новые приборы позволили значительно оптимизировать расходы на отопление. Был пополнен и книжный фонд. Теперь книг стало больше на 837 экземпляров, из которых 498 находятся в детской библиотеке. Обновками может похвастаться и детская художественная школа. В кабинете компьютерной графики проведен ремонт и установлены современные компьютеры с программным обеспечением. Новая техника теперь есть и в Десногорском историко-краеведческом музее. «И качество мероприятия теперь будет лучше, и озвучивание будет, и мы можем какие-то больше интерактива добавлять, ну и приглашать уже даже музыкантов, которые у нас могут петь уже на нашей аппаратуре». Колонки, саббуфер, микшерный пульт и прочее сопутствующее оборудование значительно упростят проведение мероприятий музею и позволят выйти на новый творческий уровень. Довершают приобретение новая рамка металлодетектора физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. В победу в конкурсах, как в таковых, можно верить или не верить, но результаты говорят сами за себя. За победу в фестивале Десногорск получил 1 миллион 400 тысяч рублей, на что и были сделаны приобретения. А это означает, что у Атомграда уже есть свой культурный багаж, что делает его по-своему уникальным городом. И эта уникальность приносит свои плоды. 11 декабря глава МЧС России Евгений Зиничев дал старт внеплановым командно-штабным учениям спасателей на объектах транспортной инфраструктуры. В двухдневном мероприятии принимала участие и Смоленская область. Учения проходят в два этапа 10 и 11 декабря под руководством главы ведомства на шести учебных точках в разных регионах России. Задача мероприятия, в котором участвовали 12 тысяч человек – отработка практических действий спасательных служб при чрезвычайных ситуациях. Все вопросы, которые будут отрабатываться в ходе учений, приближены к реальным. В ходе учения будут отработаны вопросы взаимодействия органов управления, передачи информации о происшествиях, в том числе с использованием автоматизированных систем, а также практические действия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций. Команда на штабных учениях принимала участие и Смоленская область. По легенде учений, на Смоленщину обрушили снегопады и штормовой ветер, и из-за плохой видимости на трассе М1 автомобиль врезался в пассажирский автобус. Обычно в таких условиях на дороге тут же возникает многокилометровый затор. Дорожные службы и ГИБДД Смоленщины отработали, как обеспечить спасателям возможность максимально быстро добраться на место, чтобы деблокировать пассажиров автобуса и оказать им помощь. Все поставленные задачи были успешно выполнены. Помимо отработки имеющихся спасательных навыков, специалисты тестируют и новые виды спасательной техники, которые впоследствии применяются уже при реальных происшествиях. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Что такое книга? Для кого-то это отличный способ скоротать время, а для кого-то это настоящий друг, встреча с которым ждешь каждую свободную минуту. Книги учат мудрости и воспитывают в нас доброту. В Центральной библиотеке Десногорска для каждого читателя найдется тот самый книжный друг. В Центральной библиотеке Десногорска новое пополнение. За последние несколько лет это первое большое поступление книг. Здесь представлена лишь малая их часть. Как говорят сотрудники библиотеки, многие популярные издания уже в руках читателей. Несмотря на век цифровых технологий, когда электронные версии книг можно приобретать через телефон или другие устройства, Десногорская библиотека продолжает пользоваться большим спросом у жителей города. А благодаря победе делегации из Десногорска в форуме фестиваля «Созвездие городов Росэнергоатома» летом этого года в Волгодонске библиотеке были выделены средства на значительное пополнение книжного фонда. Было приобретено 837 экземпляров, из которых 498 находятся в детской библиотеке. Литературу отбирали с учетом возраста и запросов наших читателей. По возможности представлены все виды и жанры книжной продукции. Различные книги на историческую тематику. Вот, например, калужский автор Сергей Михеенков описал события, которые происходят в хорошо известных нам местах – Кукуевка, Зимницы, Крапивна, Шуи, Кузьминичи. А рейтинг книг возглавляет произведение Алексея Иванова «Табол малоизбранных». Историческая киноэпопея «Табол» по мотивам одноимённого романа Алексея Иванова пользуется большим успехом у любителей кинематографа. Помимо исторических произведений и романов, читательским спросом также пользуются и биографии Павла Басинского. Загадочные детективы норвежского писателя Юн Несбе. Также в новом поступлении есть книги и с православной тематикой, которые носят психологический характер. Одна из них – «Слёзы матери». Книга о великой силе материнской молитвы за детей. По сути своей, это сборник рассказов, воспоминаний о чудесах, происходивших по молитве матери за своего ребёнка. К такому же жанру относится и книга Марины Кравцовой «Тайна женского счастья», в которой есть один простой совет для всех – не ищите любовь, дарите любовь. Также сотрудники библиотеки рекомендуют прочитать произведения романа Синчина, Татьяны Устиновой и многих других известных авторов. Какая книга из всех представленных самая интересная, сказать сложно. Каждое произведение по-своему уникально, и в каждом вы найдёте совершенно разные и не похожие на друг друга истории. Сотрудники историко-краеведческого музея постоянно радуют школьников различными мероприятиями. Вот и 12 декабря ребята из третьей школы посетили музей и узнали всё про снеговика. В России Международный день снеговика отмечается 18 января, но в Десногорском краеведческом музее провели праздник немного раньше. Ребята из третьей школы третьего В-класса очень часто посещают подобные мероприятия. Что, несомненно, влияет на их культурно-нравственное воспитание. Ребятам очень нравится ходить на такие мероприятия. Во-первых, сплочается детский коллектив, развивает творческие способности. Дети узнают много всего нового. Огромное спасибо девочкам музея, которые проводят замечательные утренники. Мы им очень и очень благодарны. В этот раз немного из истории и много различных конкурсов со сладкими призами. Да ещё и ребята пришли не с пустыми руками, а с выполненным домашним заданием. Для чего снеговику ведро, морковка и метла над такими вопросами подумали и нашли ответы ученики третьего В-класса. Мысли на этот счёт у каждого были свои, непохожие и очень оригинальные. Зайчик может подпрыгнуть и съесть морковку. А метла, чтобы снеговики оживали новогоднюю ночь и подметали дорожки. А вот насчёт ведра на голове. Снеговикария думал долго. Были мысли, чтобы он не настаивал. Конечно же, чтобы узнать правильные ответы, ребятам рассказали всё о снежном красавце. Как оказалось, перевёрнутое ведро на голове снеговика символизировало достаток в доме. Морковка служила символом хорошего урожая. А метлой отгоняли злых духов. Помимо исторической и любимой спортивной части праздника, детям выпала возможность написать письмо Деду Морозу. Всё было по-настоящему. Некоторые ребята даже поделились своими пожеланиями. Я пожелал Деду Морозу счастья себе и своему брату, и всей своей семье. Чтобы у меня и у своей семьи было всё хорошо. И в жизни, и на работе, и в школе. Я попросила Деда Мороза, чтобы я училась отлично. У меня всегда выходили в четвертях пятёрки. Я хочу в будущем красный диплом и маленького львёнка. И, конечно же, дети знают, что нужно делать для исполнения желаний. Надо себя хорошо вести, слушаться родителей, чтобы у тебя всё получилось. Все письма дети опустили в специальный почтовый ящик. Уже сегодня снеговик отправят его прямиком к Деду Морозу. А ребята обязательно будут верить в чудо и исполнение своих новогодних желаний. Снегом нас декабрь месяц, к сожалению, пока не балуют. Остаётся делать снеговика из подручных материалов. Например, из пенопласта. Кстати, выглядит такой снеговик довольно-таки красиво. Но всё же будем надеяться, что к Новому году ребята смогут слепить настоящего снежного снеговика. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. На этом выпуск завершён. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.tv.ru А также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова